Люди говорят, что ЕС вынудит больше людей уехать из нашей страны. Так ли это? То есть если мы будем в ЕС? Ну, я вижу декларации некоторых политиков, молдавских политиков. Не буду говорить то, которые, с одной стороны, говорят об большой миграции, с другой стороны, агитируют заступление в ЕС. Ну, есть такие политики. Ну, есть такие. Людям надо разбираться в этих... В тонкостях. Вот такой риторики. Такой риторики нужно разбираться. То есть миграция – это проблема не только Республики Молдова, это проблема региона. Это проблема и Балкан, проблема и Румынии, проблема Болгарии, проблема Республики Молдова, проблема... Ну, Украину берем, потому что там война. Берем страны Балти... Северные, ну, не северные, а бывшая Прибалтика, а Балтийские страны. Миграцию можно остановить, потому что нужно понимать природу самой миграции. Раньше, если эмигрировали для того, чтобы просто прокормить семью, сейчас миграция идет семей, потому что уже обосновались, уже подтягивают родителей, детей и так далее. От этого никуда не уйдешь. Это восстанавливается семьи, скажем так. А что здесь пугающего? Нет, пугающего. Я говорю про природу миграции. Нужно понимать, что есть миграции, которые не остановить, а есть миграции, которые можно остановить. Особенно это касается молодежи. Что надо сделать? Ну, была связь с Европейским Союзом в вопросе. Я считаю, что прежде всего нужно четко понимать, где мы находимся. К сожалению, даже представители действующей власти, я могу здесь точно сказать, они вот этот вопрос поставили, скажем, неприоритетным. Хотя говорят об этом, но конкретных мер, как и мер поддержки, их нет. Нужно отдавать конкретный стимул для молодежи. Программы нужны? Программы, молодежные программы, чтобы пенсионеры были каким-то образом вовлечены в процессы. То есть это различные социальные программы в том числе.